Hi, Gain! Итак, мы с вами уже на третьем кусочке. Всего как бы четыре таких блока больших в учебнике. Roundup, Sorter, Unireland, Passassives. Мы это уже всё с вами видели. Я, ты, мой, твой. Да, теперь это более подробненько. Но сначала слова, которые здесь, возможно, будут для вас новыми. Итак, Tupasas. Почему их называют Passassives? Притяжательно. Потому что Tupasas — это обладать. Обладать, иметь. Tupasas — как глагол. A ticket — билет. Или что-то типа вот талона, какая-то бумажка-справка, которую вам может какой-то общественный, полицейский, например, выдать. Your ticket — штраф на талон. Там тоже написано. An adjective — прилагательное, имя прилагательное. Our — наш. My — мой. Это мы уже знаем. His — его. Her — её. It's — его, который средний род. От слова it. A camera — это фотоаппарат. Фотик. Фотоаппарат. Sunglasses — вот они. Очки. Солнцезащитные. Уже мы в прошлом руке встречали. Sunglasses. Очки. Солнцезащитные. The sun — солнце. Тоже мы уже его встречали, само слово. A computer — компьютер. Почему компьютер-компьютер? Потому что это compute — это вычислять. Computer — тот, кто вычисляет, вычислительная машина. ВМ по-советски. ВМ — электронная вычислительная машина. A tail — это хвост про животного. A school bag — это портфель школьный. Ну, он не обязательно портфель, он просто школьная сумка. Портфель школьный. Имеется в виду ваша школьная сумка, в которой вы носите учебники. A school — школа. Как вам известно уже. Кузыра school. A bag — сумка. В самом широком смысле слова. To explain — объяснять. Объяснить, объяснять. Explain. To highlight. Вот это вот. Highlighter. Вот, например, вы берете. У вас там highlighter. Purple highlighter, например. Вот пурпурный highlighter. Фиолетовый. Highlight — вот это вот выделять светом. High — высокий. А light — свет. Light — свет. High — высокий. Высокий свет. То есть делать его выделенным для вас. High — высокий. Не про человека. Там у нас слово tall — про рост. А вот high hills — высокие каблуки, высокие горы, да, там, высокое здание. To highlight — выделять. Выделить цветом. Выделять цветом. Grandma — бабушка. Тоже у нас уже было. Grandmother — grandma. Уже все family members, члены семьи. Я уже использовала наших выражений, чтобы вы как раз их заранее учили. A grandpa — соответственно, дедушка. A father — отец. A mother — мать. A brother — брат. A sister — сестра. An aunt — тетушка у нас тоже, по-моему, уже была тетя. An uncle — дядя. Cousins у нас точно были. A cousin — двоюродный. Брат или сестра. Кто-то двоюродный. A son — сын. A daughter — это же не читается. Daughter — это у. Daughter — дочь. A wife — жена. A husband — муж. A grandchild — по аналогии с grandfather — великий отец, то grandchild — великий ребенок. Это просто внук через одно поколение. Внук или внучка. Grandchildren — внуки. To underline. Line — это линия. Under — это под. Что вот это движение, которое вы делаете? Подлиниевываете, да? Подчеркивайте. Подчеркнуть. Провести линию внизу. A case. Вот тут, если это pencil case, то это как футляр. То есть чехол, куда что-то можно положить, что-то вы прячете. Или case — это еще дело. Case study. Да, вот когда вот изучается по каким-то отдельно взятым делам. In this case, в этом случае. Дело — случай. Вот в этом смысле. A family — семья. In pairs — в парах. Парами что-то работать, например, в парах. A pair of — пара чего-либо. Пара ботинок, пара обуви. То есть там, где парные предметы в одежде, очень часто используются. A name — имя. What's your name? Да, что есть твое имя. A parrot — попугай у нас тоже уже был. A robot — робот. A text — текст. Well, that's it. Слов вроде как бы и много, ну как много — 50, чуть меньше. Но они уже, половину из них вам знакомы. И так всегда даже вы многое уже с русского знаете английских слов на самом деле, даже если вы абсолютно начинающий. Окей, поехали. Итак, possessives — притяжательные. От слова это possess принадлежать. So look at this situation. Police эвакуирует и кричит этот... Oh, that's my car. Это же моя машина. Yeah, that's your car. Да, это ваша машина. And this is your ticket. А вот и ваш талончик на оплату штрафа. Поэтому ticket — это не только билет на проезд, да, там, когда вы ticket где-то бронируете. Booking.com Потому что to book, кто помнит, это book книга, а to book — это уже бронировать. Ну, как бы записывать в какую-то большую книгу, да, о том, что вы сделали какую-то покупку. Может быть, от этого произошло. Получается, booking — это резервирование, бронирование. Book your tickets. Бронируйте свои билеты. А здесь тикет как талон. So personal pronouns и possessive adjectives. Смотрите, что получается. Личное местоимение и притяжательное, adjectives, прилагательное. Почему они прилагательные? Они стоят всегда перед существительным. Да? Поэтому они прилагательные. После этих слов до всегда должно быть какое-то существительное. Например, my name — моё имя. Your cat — твой кот. His car — его машина. Our school — там наша школа. Your father — твой отец. Their mother — их мама. Нельзя просто сказать «it's my» — это моё. Нет. Там в английском совсем другое слово для этого. Personal pronouns нам тоже знакомы. Я, да. I, you, he, she, it, we, you, they. И от каждого personal pronoun ему соответствует своё притяжательное прилагательное. My, your, his, her. It's our, your, their. Где это хорошо видно? А в нашей вордбуке, в нашей памятке, вот тут вот, помните, вот мы с вами уже разобрали вот эту часть personal pronouns, да? Мы даже смотрели их в падеже, в каком-то объектном падеже, когда на них действие направлено. Я, меня, ты, тебя, он, его. А вот совсем другое — это притяжательное. Да, и вот эта вот первая колоночка, possessive adjectives, которые стоят перед существительными, вот мы сейчас о них говорим. А possessive pronouns — притяжательное местоимение, они заменяют собой всё существительное. Вот там можно сказать «it's mine», это моё. Видите, они чуть-чуть будут отличаться от вот этих, которые мы сейчас будем рассматривать. So, my, your, his, her, its, our, your, their. Поехали. Filling my, your, his, her, its, our, or their. I got a scarf, it's my scarf. He's got a jacket, it's his jacket. She's got a video camera, it's her. Потому что надо. Видео, камера, видео, камера, всё тут понятно. Просто камера, это просто фотоаппарат, то, чем вы снимаете. They've got sunglasses, и эти санглассы являются их. Значит, нам надо сказать «they are their sunglasses», то есть вот от вот этого слова, да. You got a computer, значит, это your computer. We've got shirts, у нас есть шорты. They are, от слова мы, our shirts, наши шорты. It's got a tail, мышка имеет хвостик. И от слова it, оно, у нас it's, его хвост. Оношного, да, как бы. It's, it's tail. Внимание, не путаем. Вот здесь у вас оно есть, это вообще два слова отдельных. А it's всегда пишется вместе, просто одно слово. Означает то, что принадлежит it, вот этому. Так, получается, it is its tail. От слова оно, мыша, мышиный хвост. They got t-shirts. They are, вот эти t-shirts, мы их заменяем, чтобы вы не путали, кто тут кто. Внимательно смотрите, t-shirts, это они. И они являются ихними. Вот так, чтобы вы понимали. They are t-shirts. She's got a school bag. И вот это it, вот это school bag, является ее. It's her school bag. Далее в эту же тему. Possessive case. Падеж. Ха! Надо было написать, мы все написали про слово case, кроме слова падеж. Possessive case. Смотрите. Футляр делал случай, а вот сейчас в значении падеж. Грамматический притяжательный падеж. Когда к имени, да, и не обязательно к имени, а к какому-то, главное, чтобы это был живой человек, ему что-то может принадлежать. Там есть случай, когда и к неживому можно добавить посессивкой, но это уже частный случай. Итак, this is a boy's ball. Это мяч кого? Вот этого мальчика. These are the boy's balls. А это мячи кого? Вот этих мальчиков. Внимательно смотрите, здесь видите, апостроф стоит без буковки S, потому что уже множественное число, слово бой, само имеет множественное число, окончание S. И второе S, которое S притяжательного падежа, уже не добавляется. Просто апостроф на письме, а на слух вообще никак не проявляется. Просто these are the boy's balls. Здесь же this is ball подчеркивает, что это один мяч, значит, одного, the boy's, мальчика одного. На письме это четко видно? Это на слух можно перепутать. Это мяч мальчиков всех или это мячи мальчиков всех. То есть тут уже по ситуации надо смотреть. Окей. То есть запомнили. Апостроф S ставим. Если же слово уже во множественном числе имеет окончание S, а просто апостроф. Read the text. Прочитай текст. Then. Потом explain. Объясни. The highlighted, выделенные words. Слова. Тут у нас вот family tree, такое семейное древо. И подробности. I'm Tina. Значит, то у нас главный действующий здесь герой. Elsa is my grandma. Элза вот она, да, через два поколения. And David is my grandpa. Вот он. Bob is my father. And Kate is my mother. Roy is my brother. I'm his sister. Логично. Mary is my aunt. Вот она, Mary. Is my aunt. And Tom is my uncle. Gin and Alice are my cousins. Да. Gin and Alice are sisters. Gin – это она. Да, и вот они между собой сёстры. They are Tom and Mary's daughters. Они, Тома и Мэри – дети. Обратите внимание, когда к двум человекам принадлежит, всё равно апостол остается только после второго слова. Мы не говорим Tom's and Mary's daughters. Иначе получается, что отдельно дочери Тома, отдельно дочери Мэри. Нет. Мы имеем в виду Tom and Mary вместе. Вот это всё. Roy is Bob and Kate's son. Roy, естественно, вот Bob and Kate's son. То есть вот это принадлежит как к Богу, так и к Кейт вместе. Elsa is David's wife. Elsa. David's wife. And David is Elsa's husband. Roy, Gin, Alice and I. I, тут внимание, когда мы перечисляем, I, я, всегда в последнем будет. Мой папа, бабушка, мама и я. В русском мы говорим, я с семьёй поехал куда-то. Мы на английском говорим, my family and I поехали куда-то. Are Elsa and David's grandchildren? Соответственно, вся вот эта вот компания, все эти четверо деток, являются Elsa и David's grandchildren, внуки. Так, вот мы членов семьи рассмотрели. Теперь underline the possessive case. Определите, где же притяжательный падеж. Просто, чтобы не путать его, просто и с сокращением s, который на самом деле is расшифровывается, да, или иногда s, это что ещё может быть? Has, got, да, может быть, вот там спрятано. Нет, мы чётко должны видеть, где это притяжательный падеж. Никак не расшифровывается. Апостроф s, это просто апостроф s. А здесь это сокращение от is и от has. И некоторые их путают. Давайте разберём. Подчеркните притяжательный падеж. Elsa is David's wife. Ну да, вот Дэвиду принадлежит, да. Kate is Bob's wife and Mary is Tom's wife. David is Elsa's husband. Я буду circle, не подчёркивать, а circle. Bob is Kate's husband and Tom is Mary's husband. Elsa is Bob's mother. She is Mary's mother too. Она также и мама Мэри. Слово to тоже выделим. Возможно, для остановы, я не помню, что было. So, Kate is Roy's mother. She is Tina's mother too. Mary is Jean's mother. She is Alice's mother too. Alice, Alice is. Читаем, да, is, почитаем. Bob is Roy's father. He is Tina's father too. Tom is Jean's father. He is Alice's father too. Kate is Jean's aunt, тётушка. She is Alice's aunt too. Bob is Jean's uncle. He is Alice's uncle too. Ну, здесь всё очевидно. Здесь к именам, да, добавляется S. Кто, чей дядя, тётя. Ask and answer questions in pairs. Ну, здесь look at the family tree. Посмотри на это семейное древо. Ask and answer questions in pairs. Задай и ответь на эти вопросы как бы в парах. Whose father? Здесь нам интересует слово whose, чей. Отец является David. Bob and Mary's. Давайте проверим. David. David является отец кого? Mary and Bob. Ну да, Bob and Mary's. Так как обеих, обоих лиц, поэтому притяжательность становится вот сюда. Ко всей группе лиц относится, подразумевается вот это. Whose father is David? Давайте спросим, whose mother is, ну, например, Mary? Чья мама является Mary? Whose mother is Mary? И вот этих вот деток, да. Jeanne and Alice's наш ответ будет. Jeanne and Alice's. Ну и так можно ещё много вопросов напридумывать. Нам интересно слово whose отсюда взять, чей. И слово to тоже или слишком. Это мы добавим. Давайте добавим нашу табличку. So, whose, чей и to тоже в данном контексте. Но если оно стоит перед прилагательным, например, too cold, то это уже надо переводить как слишком. Слишком холодно. Так, хорошо. Идём дальше. Look at the family tree. Опять надо family tree. And fill in the missing words. И вставьте пропущенные слова. Итак. Alice is Jean's sister. Elsa is her... Но здесь Эльза является её... Тут, наверное, к Элис, да? Про Элис говорят. Сейчас посмотрим. Элис является сестрой Джин. Эльза её... Я к тому, что... К кому мы сейчас соотносим? К Элис? Значит, если по отношению к Элис идёт рассказ, то Элза её... Грэнма, да? Грэнмодер. Элза is her grandma. And David is her grandpa. По-моему, дедушка, да? Мэри is Tom's... Мэри для Тома является жена. Мэри is Tom's wife. Боб is Mary's... Боб для Мэри является brother. Боб is Mary's brother. Джин is Roy's... Вот Джин. А вот Рой. Cousin, да? Джин is Roy's cousin. Кэйдж is jeans. К этой же Джинне Кэйдж является тётушка, да? А Боб дёдюшкой. And Bob is Джин's uncle. Alice is Tom's... Alice для Тома... Доттер. Дочка. Alice is Tom's daughter. Доттер. Боб is Elsa's... А Боб для Эльзы... Сын, да? Боб is Elsa's son. Джин and Alice are Elsa's... Эти две девочки, внучки будут, да? Grandchildren или granddaughters. Можете указать, что именно внучки granddaughters. Том is jeans. Том для Джины является father. Фух, как всё сложно. Том is jeans father. Ну, разобрались. Окей, хорошо. Fill in the missing names in the possessive case. Опять. Ну, окей, будем листать туда-сюда. Ставьте недостающие имена, names, в притяжательном падеже. Мэри является женой Тома. Дэвид is чей-то husband. Чей? Смотрим опять же на это древо. Дэвид is Elsa's husband. Придётся подюрать. Дэвид is Elsa's husband. Том is father. Том для кого-то, для двух отец. Вот наш Том. Ещё раз. И вот он для Джинс и Эллис. Так, Том is Jean and Alice's father. Он для обеих отец. Рой is... Чей там брат у нас Рой? Тины. Тина's brother. Тина's brother. Дэвид is grandpa. Для кого дедушка Дэвид? Фу-ху-ху. Ну, для всех четверых, вообще-то, Рой, Тина, Джинн и Эллис из Дэвид. Давайте одного возьмём, Роя какого-нибудь. Дэвид is Рой's grandpa. Боб is чей-то сын, а Мэри чья-то дочь. Боб is Элза and David's son. Для них, соответственно, дочь. Дэвид is Elza and David's daughter. Фух, всё, разобрали, слава богу. Далее. 73. Фелин, his, her or their. Здесь легче. Его, её или их. Мы о ком-то говорим в третьем лице и определяем, кто кому родственник. Боб is Kate's husband. То есть, вместо Kate's, это она, женщина, заменяем her husband. Он её муж. Мэри is Tom's wife. То есть, she заменяет слово Mary, а его, his wife, his, заменяет слово Tom's. Jean is Roy and Tina's cousin. Для обеих вот этих обоих человеков. She is their, множественное число, поэтому they are cousin. Tom is Roy's uncle. Том, дядюшка Роя. He is, Роя, это мужчина, мальчик. He is his uncle, его дядюшка. Дядюшка. Alice is Jean's sister. She is her sister. Jean, это она. У них имена некоторые, надо, как это, проверять. Потому что, может быть, имя и к мужчине, и к женщине относится. Кстати, в русском тоже. Саша, Женя, да, вот такие имена, гендерно-нейтральные, как сейчас модно говорит. Вот. И тут внимание. Here or his. Если вы не уверены, эти here or his. Ну, опять же, это пока-пока всё понятно, пока однозначно. Jean and Alice are Mary and Tom's children. They are their children. Значит, их, Мэри и Тома. Значит, their children. Bob and Mary are David's children. Значит, they are, David это он, значит, his children. Всё. Так. Фелин. My, your, his, her, its, our, or their. Вот вся линейка притяжательных, прилагательных. This is Billy, and this is his dog. Билли – это он, поэтому his dog. This is Mary, которая она, пастушка Мэри, да. And this is her lamb. Это её ягнёнок. This is Pam and Ted. Это уже они. Значит, and this is their cat. This is me, то есть я. And this is my bike. This is me. Они говорят не this is I, да, а в косвенном падеже. This is me. Даже хотя указывают. Вот это. This is me. Hello. This is me. Привет. Это я. Так, this is you, and this is, значит, your parrot. We are Bob and Kevin, and this is, это мы, сейчас от нас идёт прямая речь. And this is our snake. Такая вот у них домашняя смейка. This is a robot, уно. And this is its head. Робот – это уно, поэтому its head. This is me, and this is, значит, my kite, воздушный змей, kite. This is Kim and Sam. Они, значит, they, значит, это this is their rabbit, их кролик. Всё. Game 15. Тренируемся. The teacher says sentences. Учитель говорит предложение. And pupils in teams. И ученики в командах. Substitute. Заменяют. Вот это ваше новое слово. Заменяют. The names with possessive adjectives. Заменяют имена на притяжательные прилагательные. Мой, твоё, ваше. Each correct sentence gets one point. Каждое правильное предложение берёт, получает один балл. The team with the most points is a winner. Come on, с наибольшим, the most количеством баллов. Победитель. It's John's car. Значит, it's his car. It's Anne's car. Значит, it's her car. Ну, тут понятно. И writing activity. Make your family tree and write a text like the one in exercise 68. Наришуйте своё семейное древо. Кстати, очень полезно. И тут всех где-нибудь там будете вы. Тут ваш брат. Там ваша мама, папа. Бабушка, дедушка. Дядя, тёти. Ваши кузены. И напишите текст, как тот, который в упражнении 68. Like – это ещё как переводится. The one – тот, который. The one – слово заменитель, вместо того, чтобы не говорить опять like the text. Два раза, чтобы не повторять, не повторять. Тот, который. Тот, который где-то раньше уже упоминался. В упражнении 68. I'm – и вы сюда вот своё имя. Потом. This is my brother. Например, там Маша и Саша – это мои родители. Там кто там ещё? Зина и Коля – там мои бабушки, дедушки. Если у папы, мамы был брат-сестра, то вот тут как раз cousins и брат-сестра поместятся. Опишите, потренируйтесь. Это очень хорошо. Потом заучите. У вас уже будет весь рассказ про себя. Вы уже можете my family поговорить на тему «моя семья». Мы же возьмём слово like, как и the one. Давайте всё-таки добавим наши новые слова. И в следующем кусочке. Значит, like – как и the one, тот, который уже упоминали. Substitute – хотите, пишите, хотите – нет. Substitute – такое слово. Что-то вы с чем-то другим. Заменить. To substitute – заменять. Просто некоторые совсем сложные слова. Я оттуда с этих упражнений задание не стала брать. Окей. That's it. Встречаемся. И теперь уже прорабатываем, придумываем предложение. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.